Привет! Это игра под названием Растения против Зомби 2. Мы продолжаем. И начинаем мы с того, что я хочу получить свою ежедневную пиньяту. У нас тут две задачи. Это защитить растения и не дать зомби затоптать цветы. А я могу дать этим зомбакам дойти до дома. Или это тоже как провал будет? А вот это что такое? Как это работает? Я не знаю. Вот это как? А, это катапульта. Это шары. Вот это что? Что делает дерево? Блин, почему мне не дают возможность почитать про это всё? Дерево их просто отталкивает. А вот эти, по сути, не могут затоптать цветы. А вот этот может. Блин, их очень много. Блин, почему их так много-то? Что с ними делать со всеми? Они неугомонные. Давай усилим вот это. Мы усилим, например, вот это. Блин, хана. Мы усилим вот это. Я же усилим. Ладно, хорошо. Это была первая попытка. Я уже понимаю, как здесь что работает. Сейчас никто не испортит нашу вечеринку. Катапульту. Ставить стоит где-нибудь сзади. Вот это, по сути, тоже. Вот это можно и вот сюда воткнуть. А вот это куда-нибудь сюда. Или это вот сюда надо поставить чуть подальше. У меня ведь целая куча деревьев. Блин, где мышка долбанная? Найти мне. Жестко. Он поломался. Это всё долго-то сужая, или что? Блин, усиление можно что-нибудь усилить. Да, надо было ставить подальше, блин. Ну, хотя бы монетки получаем. На том спасибо. А они глупые попугаи. Давай ещё раз усилим. Всё, надо гасить эти пушки. И мы выиграем, да? Победка. Да, супер. Ну давай последнюю. Вот это и первую. Тысяча монет. Ну, блин, отстой. Монеты это такая бесполезная ерунда. А мне дадут возможность ещё раз? Да. Я победил и второй раз. Давайте мне мою драгоценную награду. Ты, ты. Ну, блин, сколько можно мне давать этого чувака? Постоянно он выпадает, он. Глубая жвачка. Ладно, теперь... Какое-то задание выполнено. Рекламный ролик. Ладно, дневные. Пройдите уровень погони за зомбоссом. События. Не знаю, я пока на события идти не хочу. Мировые. Погнали. Продолжать дальше. Проходить Египет. У нас здесь ещё целая куча уровней. Этот уровень строго зафиксированная временная координата. Для победы вам нужно будет использовать именно эти растения. В противном случае вы рискуете исказить реальность. Прискажение реальность неприятная штука. Уж я-то знаю. Используйте растения, выбранные за вас. Ну, нормально. Не вижу в этом ничего плохого. Блин, серьезно, там двойные подсолнечки. И зачем? Ставим обычные. Те-то дорогие. Блин, он не справится, наверное. Хотя нет, справляется. Я просто уже привык к сложным уровням. Здесь-то они должны быть простые. Ого. Как вас много. Долбаный звук прибавился, поэтому, возможно, у меня не было слышно всё это время. Замечательная новость. Амина вообще вырастет сегодня? Спасибо. Так, ну можно орех воткнуть куда-нибудь. Пока-что. Но, в принципе, это уже скоро закончится. Давай воткнем сюда. Или вот, вот сюда, блин. Ты что, обалдел? Жири орех. Этот сдохнет. Ну ладно, мы сюда поставим тоже обычную пушку. Мину трогать не будем. Мне надо вот на это растение накопить за 175. Оно мне нравится. Оно неплохое. И они не пройдут. Гады. Ладно, здесь, видимо, надолго поставим вот это. Потому что только половина прошла. Сюда воткнем орешек. Сюда вот этот бумеранг. Это самый сильный ряд получается. Пока-что. Но скоро. Хотя нет, мы раньше пройдем. Вот это ставим сюда. Верхний орех аж перекосило. Ну блин, такая жизнь. Я здесь ни при чем. Это все глупые зомби. Зачем они нападают на нас? Что мы плохого им сделали? Ничего. За что они так нас ненавидят? У нас ведь... Один единственный мозг только есть и все. У них настолько все плохо сейчас. ой, блин. Ой, блин. Так, так. Поставим опять сюда этого чувака. Давай мы тебя усилим. Почему бы и нет? Это у меня полно этих усилений. Тихо. Нечего воровать. Ладно, давай усилим... Тебя. Почему бы и нет? Поставим тебя здесь. Блин, почему нельзя мышку поменять? Она такая вообще... Глупая здесь. Но монеты здесь достаточно легко зарабатываются. Если смотреть рекламу. Ну, открывай. А в смысле? У меня это задание обнулилось, что ли? Собирайте семена. Мне же оставалось там немного. Три тысячи. Четыре. У меня такого даже нет. Четыре. Не хватает единички, блин. Ну, ладно. Выйти на карту хочу. Они задолбали показывать мне... Рекламу свою на халяву. Сколько можно? Уроды. Здесь у нас чего новенького. Тебя мы открыть не можем. Может, блин, кабачок купить? Или вот здесь вот такой огненный есть? Такого я не видел никогда. Имеет иммунитет к морозу. Согревает соседние растения. Ладно, пока не будем покупать. Раз нет такой нужды. Что я хотел еще сделать? Я хотел зайти в магазин. И посмотреть, что там имеется. Разумеется, в основном все за деньги, за деньги, за деньги. Тут поменялся костюмчик. Тут был другой. Я не успел его купить. Но можно приобрести вот этот за четыре тысячи. Да. Игра, разумеется, вылетела. Но костюм мы купили. Вот только как их переодевать? Где это все делается? Непонятно. Пошли на двенадцатый уровень. Почему бы и нет? Пройдем его. Пройдем следующий. Так, берем тебя, разумеется. Тебя, тебя. Можно тебя взять. Мину возьмем. И вот это супер крутое растение. Подсолнух. Еще один. Убираем скорее вот это. Ну вот куда ты идешь? Куда ты намылился? Скажи мне, пожалуйста. Убираем вот это. Это слишком близко стоит. Блин. Нет смысла ставить его. Вот так пусть будет. Надеюсь, успеет вырасти. Вот это уберем. Да, он вырос. Круто. А ну верни вор, блин. Он украл. Жалкий вор. Так, куда ты идешь? На месте стой. Сколько можно воровать? Этого мы лучше подорвем. Так будет действительно лучше для всех. Так, ну давай тебя сюда поставим. Куда-нибудь вот сюда орешек. Ладно. Да ты задолбал. Я не хотел ставить мину. Так получилось. Так, ты стой здесь. Ну все, мы, считай, победили. Изи катка. Дохни давай, пожалуйста, быстрее. Можно еще посадить подсолнухи. Можно еще посадить подсолнухи. Почему бы и нет, в принципе. Здесь можно воткнуть мины на случай, если они прорвутся. Сюда надо еще обычный поставить. И вот так. Все, супер. Теперь никаких проблем не должно возникнуть. С их уничтожением. Отъедут на раз-два. Ладно, я не буду больше сажать подсолнухи. Давайте, умирайте. Неудачники. Зачем тянуть время? Вам уже не выиграть. Это ведь всем понятно и так. Дай поставим еще сюда. Почему бы, в принципе, и нет. Усилим. Да и вот это можно усилить. А то так и будут воровать. Все, это последняя волна. Может, еще раз усилить? Какой-нибудь ряд, например, нижний. Хотя они сейчас взорвутся. Вот теперь точно можно усилить. Блин, или нет. Или да, отдохни быстрее. Все, молодец. Молодец. Что это такое выпало? Что-то непонятное. Мне скажут, что это, нет? Ну, уже. Хотя, тетраэдры пирамидальный данный объект нельзя назвать платоновым телом. У нее вот такой шрифт неудобный. Я ничегошеньки не понял, но звучит вкусно. Не давайте голоду зас... А, голоду? Заслонять ваш разум, пользователь Дэйв. Так, пирамида Рока. Испытайте свои навыки в бесконечной зоне, отражая постепенно обостряющиеся атаки зомби. Опять подрубили мне свою тупую рекламу. Вот, пирамида Рока. То есть я здесь могу бесконечно играть? Блин, а какой в этом смысл? Можно пойти сюда и открыть себе растение. Все-таки я хочу себе купить какое-нибудь растение, но мины меня тоже устраивают. Мины хороши. Так, не вылетело. И на этом спасибо. Сначала, главное, платные идут. Потом уже за эти кристаллы... Может, купить вот этого огненного? Хочу посмотреть. Да, давай. Главное, не вылетай. Она вылетела. Но кристаллы у нас потратились, поэтому это растение у нас должно быть. А почему я не могу пойти-то сюда? Пирамида Рока. Добро пожаловать в пирамиду Рока, сосед. Она совсем как обычная пирамиды, только более роковая. Это ваш стартовый набор растений. Теперь выберите еще одно растение. Так. А я не знаю. Давай за 175 возьмем. То есть у нас здесь колода такая будет. Неплохой выбор. Посмотрим, как далеко ты зайдешь. А какая награда за это все? Поехали. Разумеется, начинаем с подсолнуха. Ну, я поиграю, например, одну игру здесь и выйду. Просто не вижу смысла здесь сидеть сейчас мне. Стреляй потихонечку в него. Еще один идет говнюк. Так, можно мне еще? Солнце. Спасибо. Ну все, ему не жить. Этому тоже. Хорошо, идем. Сюда воткнем орех. Сюда пушку. Ну все, жизнь налаживается. Никто нам ничего не сделает. Это достаточно просто было. Но я не думаю, что здесь что-то жесткое начнется. Хотя, кто знает. Может, начнется. Да ну отдай. Вор подлый. Блин. А я не брал эту штуку-то. Он сейчас сожжет это все. О, растения. Может, это для моего сада? Остался только вот этот лохан. Давайте гасите его. Как можно скорее желательно. Все, умирай. Долбанный фараон. Тебе здесь не рады. Ты должен был это понять. Бабки. То есть, здесь вот так вот играешь и получаешь немножечко монеток. И все. Это чтобы не перепроходить, наверное, старые уровни. Они задолбали. Отличная работа, сосед. В бесконечных зонах число твоих косилок переносится на следующий уровень. Вон оно что. А то же самое, кстати, касается и удобрения. А теперь время взять новое растение. Нет. Не время. Видимо, у них все плачевно с продажами в их магазине, потому что после каждого действия они мне показывают долбанную рекламу. Стоп, а я сюда могу вернуться и начать со второй волны? Я хочу в свой сад пойти. Где же ты нашел росток? Если ты его польешь, он даст тебе монеты. Или это не так работает? Так, а как тебе палить? А где мои бабки-то? Ваш золотоцвет вырастет спустя определенное время. Но этот процесс можно ускорить, используя самоцветы. Нет, нет, я могу выйти просто? Или ладно, давай проверим, раз уж дают. Бабки! И все, он исчез? Как-то глупо было. Мало он дает, а это что? Нажмите на растение, и пчела ускорит его рост. Минус 45 минут. А можешь повторить? Видимо, нет. Ладно, спи. Не буду мешать. Пошли на 13-й. Так, посещайте сад Зен почаще, зарабатывайте монеты. Да, да, конечно. Если там будет что делать, я буду туда заходить. Не сажайте растений на лесневых колониях Дэйва. Ну, спасибо, блин. Минус 2 ряда. Поехали. Один ряд у нас будет подсолнухов. Желательно скорее убрать эти надгробия. Так, пушку Б. Орех можно сразу воткнуть, потому что это очень неприятная ситуация получается. он бы не успел его убить за такой маленький промежуток, я думаю. Блин, а можно чуточку быстрее? Все, замечательно. Убираем вот это. Если что, не подходи. Она не успеет вырасти, блин. О, и вот сюда посадим. Все. Какая-никакая защита у нас есть. Можно и теперь вот это посадить. И ждать орешек. Орешек надо было сажать дальше. Чтобы было место для других. Так, идут эти лохи. Орех перезаряжается. Сколько можно? Сейчас посадим последний орех. Все. Про орехи можно пока забыть. Надо вот эти бумеранги сажать. Они очень хорошие. Мне они нравятся. Сейчас уже конец. будет. Большая волна зомби. Дайте мне еще 25. Все, круто. А ты как мог пройти-то, а? Нафига я это сделал? Он будет так сдох. Ну ладно. Ничего страшного, конечно. Ну давай усилим, раз они последние. Почему? Я усилил орех. Круто. Ладно. Ладно. Кстати, тот другой орех, он покруче. Такой виртуальный, он стену делает. С тобой я уже сталкивался, в дополнительных уровнях он лупасит своей ручкой. бокс чоя. Быстро атакует врагов по обе стороны от себя. Обе стороны. Так. Награда есть какая-нибудь, нет? Да. И тут у нас тысяча монет. Два, это слишком мало. Почему не три? Мы бы сразу его и прокачали. И вот это мы можем качнуть. Но, блин, та штука и так хорошая была. Там, если только перезарядка будет качаться. События какие-то новые. Всего три этапа, например. Ладно. Выйти на карту. Нет рекламы? Я специально молчу, чтобы потом было легче врезать. Погнали сюда. Пользователь Дэйв на материи времени появилась еще одна трещина. Теперь нам доступен режим арена. Арена звучит как крутая возможность помахать кулаками. На арене мы сможем продемонстрировать свое мастерство и завоевать престиж и призы. Не совсем тебя понял, но вам не нравится. Так. Заходим и качаем. Тысяча? Прочность у него будет выше. Это вообще ерунда. Скорость уничтожения будет выше. Ну, давай. Левел ап. В два раза быстрее он уничтожать будет. Теперь надо 75, чтобы его прокачать. 75. Вы серьезно? Вот этот паренек. Не было у меня возможности его с собой взять. Что про него пишут? Огненный горохострел стреляет по врагам пламенными горошинами. Профессия пожарного привлекает многих маленьких мечтателей, но следует понимать, что работа с открытым огнем чрезвычайно опасна. Именно поэтому в свое свободное время огненный горохострел растолковывает детям важность пожарной безопасности. Я подготовленный профессионал, объясняет она. Не пытайтесь повторить это дома. У тебя какая история? Попутно работающий внештатным дантистом Бокс Чой проводит в этом месяце особую акцию. Он выбьет вам два зуба по цене одного. Спасибо большое. Могила Ед может и выглядит колючим во всех смыслах, но ему просто хочется крепко обнять вас. Только если вы не щенок, разумеется. Он щенят боится. Странный, странный. Салат Айсберг такой милашка, что взглянув ему в глаза, вы можете застыть навсегда. Но только если вы зомби, разумеется. Вообще прикольно то, что у каждого есть своя история. Хоть это и странно. Можете не верить, но его коронная бабах появилась на свет не в момент. Картофельная мина перепробовал много вариантов, однако в итоге выбрал тот, что был его душе ближе всего. Как это мило. А у вас что? Померос, новичок в команде защиты вашего дома. Ему нравятся долгие прогулки с его другом Куалой и альбомы Баобаба Марли. Получил докторскую степень. Так. А про остальных я читал, да? Или нет? Ну про это я точно читал. Выложив клип на твоем газоне зомби на просторе Ютуба, подсолнуха не подозревала, что так прославится. Сейчас она уже завершает работу над своим телевизионным реалити-шоу танцы с подсолнухами. А вот это, кстати, что? Вырабатывают монеты в саду Дзен. Ярая приверженка учения Дзен. Она предпочитает работать в команде и выкладывается в саду на полную. Но она боится даже представить, что будет, если ей снова придется столкнуться с зомби. Что ж, ладно. Можно тогда на этом закончить, а продолжать дальше будем уже в следующий раз. Поэтому пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok